Еще одно возрождение. Комбинат детского питания «Магаз» возобновляет свою работу. Предприятие является одним из самых крупных в Ингушетии. Право запустить официальный рестарт предоставляется главе Республики Ингушетии Махмуду Али Калиматову и генеральному директору предприятия Исламу Гагиеву. Мы возрождаем это предприятие. Мы стараемся, чтобы возродить это. Мы будем договариваться, но нам нужно, чтобы тот инвестор или бизнесмен, который берет на себя ответственность, мы честно относимся, просьба к нам тоже относится очень честно. Почему? Потому что какие-либо препятствия сетевых компаний, налоговой службы, других контрольно-надзорных органов, мы не допустим незаконного действия в отношении вас. Надо человеку труда, независимо, бизнесмену, инвестору помогать. И моя задача, и все правительства, я сказал, что не надо, не можете помочь, хотя бы не мешайте. Не мешайте бизнесу. Они разумные люди, они копейку умеют чекать и знают, как это делают для республики, для страны в целом. Сегодня я хочу искренне поздравить с возрождением этого предприятия. Мы идем навстречу бизнесу, инвесторам. Мы честны в отношениях. Мы не позволяем себе какие-либо незаконные действия. Я как юрист скажу вам одну простую истину, которую вы тоже знаете. Давайте жить в юридической плоскости. Махмуд Али Калиматов отметил важность таких предприятий, сегодня благодаря которым можно производить собственные товары, на которые всегда будет спрос. Помимо нового продукта, после полного запуска здесь будет создано более 80 рабочих мест. Само производство развернуто на базе комбината детского питания в сельском поселении Алиюр, который был открыт в 2015 году, но остановил свою деятельность из-за нерентабельности. В этих продуктах мы привели и задействовали лучших специалистов в нашей стране. Разработали новую рецептуру и технологию производства. Как вы видите, создали новый бренд. Позволяющий не только ввести в широкий оборот словосочетание на индурском языке, но и продвигать в стране высококачественные товары, произведенные в индушке. Мы решили создавать основу для кооперации и других форм сотрудничества с предприятиями других регионов в России. Сегодняшнее событие, могу уверенно в этом заявить, станет первым в ряде тех событий, которые приведут к созданию на базе комбината целого ряда производства. После официальной части для главы Ингушетии и остальных гостей провели небольшую экскурсию по территории комбината, рассказали о тонкостях рабочего процесса и показали производственные цеха. У нас пока только своя лаборатория, где мы проверяем венок, а влажность – это самый главный компонент для нашего питания. Шесть видов каш уже совсем скоро появятся на прилавках ингушетских магазинов. Это гречневая, кукурузная, рисовая и овсяная. На сегодняшний день комбинат детского питания производит сухие смеси из круп различных злаков для детей от 6 месяцев, кашево-быстрого приготовления, безлактозной, молочной и с натуральным фруктовым вкусом. Это чесно? Это чесно. Сырье для каш хранится в пяти специальных бункерах. Это мука, рядом дробилка, которая превращает полуфабрикат в смеси для каши. После обработки измельчителем уже готовая продукция поступает в упаковочный отдел на фасовочный станок, предназначенный для упаковывания продукта. А уже отсюда детское питание поступает прямиком на склад. Полная мощность производственной линии будет составлять 2,5 тонн готовой продукции в смену. Предприятие намерено производить смеси для детей с 6 месяцев, а также по поручению главы региона Махмуд Али Калематова одновременно ведет работу по организации выпуска заменителей грудного молока. Все они выходят под фирменным логотипом «Хосьбер», а это значит, наш бренд будет первым в стране заводом, где организуют полный цикл производства заменителей грудного молока и других групп детского питания, а также различных снеков и каш быстрого приготовления. В настоящий момент только импортные продукты на рынке. Для налаживания производства необходимы значительные инвестиции, но я считаю, что эти инвестиции будут, оправдают себя, потому что в современных условиях, в условиях санкционной ограничения в нашей стране, сейчас затруднен импорт данного продукта на территорию России и существует, в общем-то, значительный спрос производства собственного продукта. И если данный проект будет реализован на территории Республики Ингушетия, это будет большим успехом в подъеме экономики Республики. Но главное, что этот комбинат позволит не только закрыть потребности нашей Республики в детском питании, но и поставлять его в другие регионы. Общий объем финансирования объекта – 149 миллионов рублей. Компания вложила в его перезапуск 45 миллионов рублей собственных средств. Также были привлечены заемные в размере 104 миллионов рублей. На заключительном этапе предполагают построить дополнительное складское помещение и закупить оборудование общей стоимостью 68 миллионов рублей. Бизнес он сам, он понимает, он потому что настолько перспективно думает, в отличие от нас. Понимаете? Мы-то по законам, по регламенту, должностному работаем, а у них там совершенно другое. Поэтому я очень благодарен именно правительству, что вот это взяло, и директору сегодня Гагиеву Руслану, и тем сотрудникам, и думаю, что вот это возрождение будет. Для нас, для республики, это настолько важно. Вы даже не представляете. Потому что, вот представьте себе, у нас, просто не знаю, там рождение у нас самое, мы первые впереди всех рождаемости, но у нас еще 3000 более детей, у нас каждый год идут в первый класс. 3000! Ну давайте, сравните другие. А мы вот такие мощные. Мы в этом году только сдаем 18 там школ только. В этом году, вот сейчас в декабре у нас готовы 18 школ и 8 детских садов. Вот так вот мы работаем. В честь открытия руководство завода объявило об обеспечении прикормом с сухими смесями всех детей от 6 месяцев, родившихся в этот день, в Ингушетии, на весь период потребления, то есть до года. Для этого желающим необходимо обратиться на предприятие. Хавагагива Магомед Доскиев, Новости 24.